Стихийная торговля Рейды мы организовываем еженедельно при участии специалистов, соответствующих служб, в частности инспекции по благоустройству, полиции, ветеринарной службы. Многие из продавцов, увидев прессу, в спешке закрывают торговые точки и уходят. Однако, по словам представителей исполнительной власти, это не спасет их от наказания. В таких ситуациях оставляет инспекция повестки, потому что бывает так, что мы ушли и через полчаса вернулись. По словам представителей закона, торговля на улице запрещена по нескольким причинам. Среди них как экономические, так и гигиенические. Как видим, что торговать здесь нельзя. Торговать нужно в специально отведенных местах, это на рынках города. В частности, в Приморском районе имеется два рынка. Это рынок Застава, проспект Строители 60 и рынок Славутич, проспект Мира 116. Такое решение не пришлось по нраву местным жителям, которые защищают местных торговцев. Их не пугает то, что продавцы не имеют санитарных документов на свою продукцию, и ею попросту можно отравиться. Более важно, по их словам, то, что такая торговля – это удобно. Можно поблизости от дома купить необходимые продукты. Ведь ехать на ближайший рынок у многих уже нет сил. Вот мне нужно, я поеду в таком возрасте на базар за этим деревцом, а здесь я рада всегда. Но есть такие иллюзии, которым с подъезда выйти опасно, понимаете? Вот им надо, чтобы где-то рядышком было. Нет, она мне не мешает. Наоборот, мне легче прийти сюда купить, а пойдешь на рынок здесь дороже, потому что там надо платить бизнесменам этим. И мест там для таких нету. А тут бабка сидит, вынесла там пучок зелени. Так легко с ними разбираться. Люди, ежедневно покупающие продукты на этих торговых рядах, жалуются. Говорят, уже несколько раз спросили местные власти делать здесь собственный рынок. Представители городских служб обещают помочь с этим вопросом. Вышло положение размещения мафов. В частности, на территории Черемуши мы предусмотрели и разработали комплексную схему на территории по улице Новороссийской, 16. Однако пока товар у нарушителей закона описывают, составляют админпротокол и дело направляется в суд. КОНЕЦ КОНЕЦ